всем привет а вот и я вы меня не ожидали я сама не ожидала что я сделаю сегодня видео я хочу вам сказать что у меня бзик на карандашах для глаз теперь бзик он должен быть постоянный но и виды изменятся то есть или бзик про помады или про тональники вот про глаза у меня давно не было про карандаши и я делала вы сами знаете я делала сводч шанелевский когда была харти сколько это на позапрошлые выходные и меня зацепило этот карандаш я уже упомянула в своем предыдущем видео что его прекратили дисконтиньют и я стала искать альтернативу и у меня будет три видео сейчас на новые карандаши сейчас ланч время ланч и я подвела сейчас только что доставили мне патмоград у нее серии там фиолетовый я не нашла черный мне слишком тяжело это бронзовый такой коричневый и что хочу сказать значит прежде чем вы напишите комментарии зачем подвела нижнее веко тяжело и так далее я специально это сделала потому что я его тестирую вот сейчас время двенадцать тридцать я нанесла коричневый у него есть шиммер я телефон в руках держу вы видите у меня походном виде все происходит и в общем то выглядит вот так вот я прям в камеру сейчас вот рисую я сделала и водянистую линию сюда вот и line и под этот самый нижней ресницы и вот сюда вбивается как вот как я всегда делаю вниз поэтому эти глаза они как бы они становятся как бы но более выразительные такие драматичные да значит я насматривалась очень много очень много видео за последние два дня я думал свихнусь очень многие хвалят эти карандаши также и и жидкую подводку она у меня есть она действительно очень хорошая единственное что там вечером то есть утром даже в чем когда вы смотрите утром вылезает очень много остатков они вот как-то опускаются на на лицо вот но это не самое страшное потому что в принципе глаз обозначен очень хорошо вот это у меня тест тест так сказать сегодня посмотрим насколько долго меня хватит в течение дня я буду с вами как бы сверяться я просто сижу работаю дома вот я вот в конце дня но среди дня может быть как-нибудь так вот загляну просто быстренько показать что у меня снашивается не снашивается хвалят все я уже как сказала я очень много видео посмотрела хвалят практически все одна только дама сказала что в принципе это у меня вот это вот соединить свой waterline она съехала буквально сразу же но в принципе как бы вот ну на 6 часов хорошо все хватает 6 там 7 часов после этого начала там уже как-то у каждого своя кожа у меня сегодня я положила праймер том форт можно пруф праймер он вот и прав но он они никто из них не являются он прав потому что если у вас есть вот это вот мысленистость на на веках то здесь только может быть пудры приходится как-то это дело остановить вот и очень немного у меня тени под наград опять же я просто сделала чуть-чуть вот сюда один из ее одна из их последних палеток и немножко вот сюда шиммер как вы видите но это так уж для сияния потом пришел карандаш карандаш буквально вот сейчас привезли полчаса назад и я решила это дело проверить вот давайте я вам покажу вблизи как это все вот из прокрашивает он хорошо межресичное пространство вот и лайн наверху и внизу как бровь у меня хорошо пошла вот и в общем то я думаю что это продержится у меня целый день ну давайте посмотрим судить будем потом ну до встречи всем добрый вечер не такой уж и вечер между прочим 6 часов и я думала что в общем то настало время провериться как бы как у нас обстоят дела с этим карандашом где он у меня значит как напоминание мы с вами сейчас обсуждаем как держится карандаш blitz bronze от маграф это единственный тон который был как бы мне вот но подходящий доступный вообще хотел фиолетовый но одно он тем не менее качество я думаю что абсолютно одинаковые везде независимости от цвета и что я могу сказать вопреки всем моим ожиданиям то что у меня было вот здесь вот на моей как бы водянистой линии да она практически не съехала она как бы ну чуть-чуть чуть-чуть вот здесь вот во внутренней части послабее стало а в принципе как бы вот нижняя часть она осталась более выраженной чем верхняя и я думаю что это все таки зависит наверное от жирности кожи на веках кто понимает в этом наверное скажут и скажу да что так оно и есть и в общем то для того чтобы наверное карандаш удержался вообще вот действительно целый день без никаких вообще никуда не съезжал наверное нужно припудривать глаза или нужно в общем вот эти тени которые я здесь вот я использовала но я вот до самого края их не наводила все равно вот здесь у меня использованы они это под магаз тоже и я использую использовала праймер и праймер он как бы удерживает вот эту вот любую краску в общем то вот поэтому что могу сказать я немножко разочарована держится это не так хорошо как том ford карандаш потом форт еще придет сиреневый я думаю что наверное будет пару дней еще я только заказала его вот этот как же его зовут шестой номер или от шопи или от шопи посмотрим как будет дело я хочу попробовать вот эту кайли это у нас с вами завтра будет эпизод и посмотрим какие выводы стоит ли вот этот карандаш 23 фунта 23 фунта это на selfridges на самом сайте apatmograph 26 стоит ли он этих денег я не думаю я не думаю я думаю что вот шанель и вски вот эти карандаши вот сейчас вам покажете тут потолще которые как же что-то стоило где они у меня шанель ждите вот эти карандаши шанель как же называются стайла омбре в общем это ай пенсел стайла вот такой потолще который вот они держатся очень хорошо вот эти я уже про них говорила когда еще покупала их помогли это в начале года или в конце прошлого года они они действительно хорошие вот здесь я немножечко как бы я ожидала лучшего я ожидала что вот эта полоска здесь у нас она будет более-менее как бы останется примерно так же как и вот нижняя здесь это тоже у меня смазалась немножко я глаза не терла вот это тоже смазалась в середине видите и здесь есть небольшой отпечаток вот как бы на веки поэтому сказать что я в восторге от этого карандаша и сказать что это самый лучший вещь мире я не могу пока что я не видела ничего что лучше том форда том форда ругают за его цену что да но извините 26 фунтов или 35 в принципе да разница есть там на одну треть но если комфорт карандаш сидит весь день без всяких фокусов вот единственно что здесь хорошо здесь хороший пигмент здесь действительно хороший пигмент он очень хорошо выражает глаза и все видите глаза такие более выраженные действительно и что вот на этой вот и лайна она держится я в принципе вот этим довольна потому что в принципе вообще остальные все карандаши они как бы но они очень быстро размазываются вот почему-то нижняя часть держится лучше чем верхняя наверное моргание и вот то что здесь конечно больше как бы мысленистости в коже то что вот между ресницами она прокрашена попробую задрать вам показать вот то что между ресницами прокрашена она остается прокрашена очень хорошо поэтому вот этим я может быть мне придется его использовать комбинации посмотрим как вот но как вам сказать что да я в восторге в особо сильно мы что там я кину сейчас и покупку плюсе цвета этого не будет говорю как есть может быть может быть из-за того что есть как бы но жирность кожи вот на на веках может быть это в основном для тех кто посушит вы знаете большинство людей мне кажется страдает вот именно не страдает а вот испытывает вот это повышенную вот такую вот жирность на на веках это наверное может быть еще от возраста зависит может я молода еще значит да ну вот мой хороший вот и все завтра мы с вами сделаем кайли тот же самый эксперимент я когда эти два карандаша пришли утром не утром а днем буквально в обед ланч я намазала вот этот и потом я намазала калия а потом я села свой ланч есть и хотела стереть стереть у меня не получилось я пошла вымыла руки с мылом и вот так потерла под магаз слез а коли не слез поэтому мне это дает вот вот он намажет так что руку не выверну вот это кайли а это под манград коричневый и мне это дает как бы ну надежду что может быть калия карандаш действительно вот я их тру одинаково вот калия остался от манград стерся может быть нужно дать впитаться немножечко и потом тереть посмотрим ну в общем вот так мои дорогие оставайтесь со мной я если завтра выживу день то мы с вами проверим кайли карандаш на выносливость все пока